Я всё-таки шлёпнулась в этом году. Вот они, смотрите, какие подставки есть. Это садовод, это, я не знаю, не какой-то там элитный торговый центр. Говорите всем, что ваш любимый цвета чёрно-белый, я буду думать, что вы умные. Не была бы ты моей дочкой, я бы на тебя нажаловалась и отправила в другую мастерину. Она была дурмоедкой. Всё ясно, мам, халтуришь. Мама! Мама родная. Всем доброе утро. Добро пожаловать на канал. Время 11 час. Сейчас у нас все спят, хотя сделали одно очень важное дело уже с утра. Продлили маме регистрацию ФМС. А сейчас мы с Максом едем в Егас сдавать штатив, этот стабилизатор. Почему? Потому что я не могу с ним справиться. Для меня слишком навороченный. Мне не нужно столько функций. Вот как сказать, он вроде манёвренный, но той манёвренности, которая мне нужна, самая простая, чтобы я могла рукой его управлять. Он рукой не управляется. Он управляется только с кнопки. А я не могу так с кнопки. Мне надо быть рукой. Это же проще, чем... Вообще, сколько надо к нему привыкать, чтобы... Я говорю, на кой мне вот эта штука за 8 тысяч? Это ещё со скидкой. Сколько она так стоит? Что? Если я всё равно, мне хочется обычной штатива, как у меня был. Взял, рукой наклонил как надо, поставил. А тут он по большей части для телефона. Мне нужно для камеры. И ещё один минус такой есть. Я вчера видео монтировала с парка Царицына. У него аудио и видео не совпадают. Аудио чуть-чуть вперёд идёт, чем видео. Это, конечно, в редакторе всё можно поправить. Но это лишнее телодвижение. Чем-то просто так файлик скинул туда. И всё. А тут надо аудиодорожку откреплять от видеодорожки. Немножко двигать. Посмотрим сейчас, возьмут у нас или нет. Потому что, когда я хотела камеру сдать, вот эту, кстати, на которой я сейчас снимаю, у нас её не приняли. То есть, там какая-то причина должна. Просто так, что она мне не понравилась или она мне не подошла, такое не проканает. Это надо какую-то весомую причину. Никого нету, тишина. Людей мало. О, ничего себе. В общем, у нас всё приняли. Без лишних вопросов. Просто дали заполнить там какую-то бумажку. И приняли назад. Там было написано у них на сайте, что в течение семи дней можно вернуть. Пришло четыре. Мы вернули. Теперь я ищу обычный штатив. Самый простой, который у меня был. Но у меня был немножко другой. Мне самое главное, чтобы он вот так поворачивался. Вот эта вот штука. Видишь, она тоже не поворачивается. Вот так сгибалась. Микрофон какой-то. Мне не нужен микрофон. Не, ну микрофон этот нужно убрать. Вот он. Вот он снимается. Вот он. Ой, такой лёгкий. Вообще мне не станут. Хочу взять блокнотик. Я туда клиентов не записываю. Но я записываю туда там какие-то заметочки. Там всякую-всячину. В общем, я туда записываю. Поэтому мне не нужен такой прям блокнот для записи клиентов. А именно вот такой какой-нибудь маленький и недорогой блокнотик. Вот этот мне понравился. Не взяли мы штатив в Ашане. Едем на садовод. Не запланировано. Макс меня уговорил. Но всё равно так и так нужно было. А там штатив дешевле можно найти. Плюс ещё расходники нужно взять для работы. У нас обещают морозы сильные. До минус 27 ночью. И я всё-таки решила шапку купить. Потому что как-то мне кажется, что у меня уши замёрзнуты. Ещё на Данютке шапку купить. Она свою где-то посеяла. Мы взяли шапки. Ну, конечно, от цены я в шоке. Мы сторговались ещё за 450 обычную шапку. Я вообще... Перчатки 500 рублей обычные. Я в шоке, конечно. И у меня настроения даже гулять нет. Сейчас вот зашли на седьмой ряд. Там, где вот эта вот маникюрная всякая фигня, которую я не вижу. Смотрю, вот только, ну, типа косметики. Вот тут какая-то такая. А вот маникюрных магазинчиков не видать. Либо мы промахнулись рядом. А, вон Global Fashion. Нет, мы правильно зашли. Ну, что-то как-то их здесь вот. Вот нашла. Вот разделители для пальчиков педикюрные. Ну, смотрите, какая большая, огромная пачка. Они, кстати, жёсткие. Макс говорит, наверное, на морозе жёсткие. Потом вот эти вот полочки. Но они, опять-таки, длинные. Там, наверное, более 14-15 сантиметров. Вот, перчатки я брать здесь лишнюю не буду. Потом... Щёточки можно посмотреть. Простынька у меня ещё есть, целый рулон. Эти шпатели, вот, кстати, можно посмотреть. Вот она вывеска. Магазин Global Fashion. Более-менее, где есть ассортимент. В прошлом магазине чуть-чуть я зашла и вышла. Вообще, вот плохо, что нету ценников. Они говорят всё от балды, мне кажется. На каждого покупателя свой ценник. Вот они, смотрите, какие подставки есть. И с ножками. И вот такие есть. Тебе шапочки, да, нужны? Да, мне нужны шапочки, только прозрачные. Но здесь, в этом магазине Global Fashion, здесь всё подороже. Я, наверное, не буду внутри снимать. Потом скажу, чё почём. Лампу ещё хочу прикупить. Но здесь она тоже от 1000 рублей стоит. Так всё дорого сейчас стало. Я не знаю. У меня настроение падает. Мне аж плакать хочется. Реально, я вот просто захожу в магазин, смотрю цены, выхожу. Пилочки, 25 штук, 350 рублей. Это что за цены, я не пойму. Это садовод. Это, я не знаю, не какой-то там элитный торговый центр или какой-то, я не знаю. Взяла кукурузу за 100 рублей, чтобы поднять себе настроение. И всё, едем домой. Мне всё так плохо, как казалось бы. 250. Вы представляете, когда они стоили 100 рублей, сейчас они стоят 250. И все ходят с такими, что ничего не спросить. 100 рублей, вот, нашла за 100 рублей. Сейчас они тоже 150-200. Бафики. Не помню, почём. 100 рублей. А, 100 рублей. Короче, вот это вот, вот это всё, нет, что-то там 150 было. Вот за это всё, вот, маточки, ой, шапочки, бафики и безворсовые салфетки 350 рублей. Что-то из них было по 150. По-моему, это шапочки. Это 250. Ну, вообще, да? Я на 100 рублей боюсь поднять прайс. Потом взяли штатив, зачем мы приехали сюда за 200 рублей. Такой же, какой я сломала, который был у меня. Колготки 300 рублей, Анютки взяли. И две шапочки взяли. Они по 500 рублей были. Ну, мы сторговали за 450, конечно. Мы ещё очень хорошо торгуемся. Вот, Анютки тёмненькую мне, светленькую она просила, тёмную. Я сейчас прям хочу одеть её. Ты ремень одень сначала? А, сначала ремень, потом шапку. Ладно. Кукуруза на коленях лежит, так тепло. Ох, всем шапкам шапка. Тёплая. А то переживают люди, что мы без шапок ходим. Всем большой привет. Добро пожаловать на канал. У нас такая красота на улице. Снег так красиво падает. Мы с Анюткой скажем привет. Идём в студию. Ой, делает ногти. Чтоб дойти и не упасть. Такой сёбок хороший идёт. Но сначала надо в ЭБшку зайти и забрать сухое масло. Я всё-таки шлёпнулась в этом году. Анюта теперь меня держит, идёт. Упала прям на коленку. Зараза, болит. Ноги все вон в снегу. Вообще. Как же красиво падает снег. И главное, ветра нет. И так вот как-то, когда идёшь, вроде как и тепло, не холодно. Зашли в буханку за кофе. Дома есть кофе. Нет, она хочет вот такое. Капучинистая. Начну с покупочек. Ой, я поцарапалась ещё, когда упала. Это такая универсальная подставка. Я её искала. Специально, знаете, для чего? Её можно использовать как для канцелярии, так для вот кисточек. Это у меня похожая стоит. Но я её взяла для того, чтобы сюда положить чайные пакетики, сюда сахарок, палочки там и всякое такое кофейные пакетики. Поставить вон туда. Классно же будет. И включить кулер, чтобы была горячая вода, чтобы не бегать на кухню за кипятком. Вот, она такая стильненькая, такая красивая. Маслечко Мил, сухое масло. Оно такое вот с шиммером. Но на ногтях, на руках не видно вообще этого шиммера. У меня уже вот какой бутылёк. Там ещё есть, конечно, но на смену взяла вот такой. Это то, что я вчера на садоводе взяла. Здесь шапочки 50 штук. Бафики. Разделители для пальцев ног. И бездворсовые салфетки мои любимые. Они такие жёсткие здесь. Не знаю сколько штук. 100 рублей. И лампа, которую мне подарила Анютка. Она серенькая такая. Классная. Я как раз хочу заказать серые стулья. Для клиента и для... Вернее, для клиента и для мастера. И у меня будет кабинет в... Серый-белый. Серый-белый, да. Только вот обои сюда бежевые не вписываются. Главное, одна стена только бежевая. Остальные все-таки какие-то сероватые. О, удлинитель здесь длиннющий. Хорошо это. Я вообще планирую сюда ещё один поставить. Удлинитель какой-нибудь пришпандовать. Я не подумала об этом, что мне некуда подключать. Ух. Квизу вот такое наращивание ещё, типа, и с покрытием. За меня по пятюре бьёль. Как это не сытство. Ой. Цепробки. Да ладно. Зато я при си не смогу выдавливать. Это как удобно-то, ну. Надеюсь, вот классно накладную френчу можно сделать. Капец, они острые. Всё шею. Я там, правильно, свечу хоть и не вижу ничего. Вот человек сидит и надо мной издевается. Сначала говорит, мне сделай миндалин. Вот. Я сидела, мучилась, наращивала на гелевые типсы. Вернее, мучилась, когда выпиливала наращивать-то. Ничего, там, две минуты. А потом она мне говорит, нет, это слишком, сделай мне балерину. Сиди, выпиливай пластмассную балерину теперь. Длинные ногти оставили, не захотела спиливать. Вот, да. С такой формой гораздо легче, нежели чем с острыми. Ну, как бы, естественно, что это все три-то мелочи, но я это всё вижу. Это как бы не очень раз. Ты понимаешь, мои ощущения? То есть, ты работаешь на квартиру, ты работаешь на деньги на, что делать с ремонтом с хорошей. И тратишь не один миллион на ремонт, отправляешь деньги. И по факту, получаешь, немножко, что ты хотел. Я, соответственно, я был злой, я был очень злой. Я был очень злой, я по сих пор у меня, у меня в ней красота короток. И мы сегодня, я передумался ремонт. Ты какие-то, знаете, в один пусынь, когда он был избревал. Причисло, в инфлятке. Долго. Было в коробках, оно сейчас находится здесь. Блестящими? Нет, ладно, блестящими. Блестящими хочешь? Ёшкин кот, а? Красные, чёрные, зелёные. В смысле? В смысле какие? Стоп, с блёстками ты показывала. А, так их не будет видно. Просто блёстки надо, просто блёстки не надо. Не была бы ты моей дочкой, я бы на тебя нажаловалась и отправила в другую мастеру. Ладно, я всё ещё твоя дочкой. Знаешь, какое я такое выражение слышала? Чем сложнее женщина, тем проще у неё маникюр. И наоборот, чем проще женщина, тем сложнее у неё маникюр. У неё может там всё быть, и стразы, и блёстки, и всё. Один палец туда тоже. А может, теперь всё стало понятно, почему я делаю только однотон и не переношу дизайн? Все говорят, что у тебя хороший вкус. У меня ещё и любимые цвета. Знаешь, какие? Ну, судя по нашему маникюру сегодняшнему, я знаю, какие. Какие? Неудовы. Нет, в принципе, цвета не только в маникюре. Чёрные и белые. Знаешь, у кого чёрные и белые любимые цвета? Как? У осознанных людей. Вот так вот. Говорите всем, что ваши любимые цвета чёрные и белые, и все будут думать, что вы умные. Ой, как вкусно пахнет. Знаешь, чем? Пересекло? Нет, пахнет. Турбо-жвачка раньше была. Турбо. Прям жвачку захотелось. Вот посмотрим на то, как оно блестит. Другую руку покажи. Почему? Всё ясно, мам, халтуришь. Более-менее выпилила всё, что смогла. Блин, подожди, оно не видно, как оно... Ну, это всё. А, вот видно. Ладно, давай, пофоткаю. Дай мне вторую руку, пожалуйста. Самый такой ответственный момент, как руку длится полчаса. Сейчас это съёмка. Какой кошмар. Она меня будет опять лить. Вот так вот нельзя было сделать. Вот у них привычка, что Таня пилит после маникюра. Нет, тут просто шушаринка была. Я вот себе тоже хотела ногти сегодня сделать, но мы с тобой 5 часов просидели, поэтому какие могут быть ногти, я хочу домой. Те, у кого возникнут мысли насчёт того, что длинные ногти выглядят слишком дёшево, не забудьте об этом, когда поедете на садовод в следующий раз. А, да, там так всё дорого. Я ребёнку колготки купила одни из-за того, что там всё дорого. 350 рублей. Да, бедный ребёнок. Кстати, колготки мне покупали. Пишу, что у меня завтра нет никого, я послезавтра выхожу на работу, потому что я устала, так и я вообще не хочу завтра не выходить сюда. Она была дармоедкой. И не любила работу. Сейчас будет реклама, проплачена спонсором. Да нифига подобного, дай. Переверни руку. Вот. Это вот этот оттенок. Лампу выключили, теперь хвосты. Дай. Вот. Это вот этот оттенок. Мам, может, ты крышку покажешь сверху? Там непонятно. А, номер вот. Но мне попался капризный, там очень много крошек. Мама, кстати, когда фоткает ногти, вот это вот из-за цвета бардака, на него так в сторонку, в сторонку, чтобы видно не было. Мама. Мама родная. Вот, посмотри, покажи, вернее. Сюда идеально подходит чайный пакетик, вот в этот кармашек. Можно, допустим, черный чай, зеленый чай. А сюда кофе, вот это вот якобс, такой в длинненьких пакетиках, палочки для размешивания и сахарок. А потом она будет не жаловаться, что у нее весь кофе и чай выпили. Женщина-авантюристка. Где она включает? Конфеты надо еще купить. Продолжение следует...